привет друзья и гости моего канала давно меня не было просто каких-то особых тем не было просто снимать ни о чем как-то и не хотелось вот мы этой гуля дакота нам осталось примерно две недели и термин у нас на 8 марта очень очень жду очень интересно как что кого родит сколько родит какого цвета но наверное многие меня поймут понемногу у нее на наливается в имя еще не супер большое но времени у нас еще есть привезла козам сегодня сена я обычно набираю мешков всем чтобы у меня было на неделю по несколько привожу одним словом сегодня получилось так что мы доели прошлогодних два рулона мои две козы съели до сегодняшнего дня до февраля середины февраля два рулона и я счастливая что у меня в запасе остаются еще четыре что нам хватит на следующий год муж мне помог распаковать один рулон внешне он выглядел совсем нормально ничего не предвещало а внутри он оказался плесневелым все сено испорчено пробовал муж расковыривать там внутри может что-то хорошее но все сено плохое весь рулон отпаковали следующий разобрали то же самое если честно ну была в таком расстройстве ну правда обидно да не так еще обидно как страшно хорошо что у нас это был как запас хорошо у нас еще есть несколько рулонов а если было бы это последнее было бы совсем неприятно только третий рулон оказался нормально ну и я очень надеюсь что еще и последним тут тоже все таки будет нормальным к нам только что забегала майла зато козы тут такой шорох немножко подняли так что очень важно находить хороших поставщиков но тут даже честно говоря и не поймешь и не угадаешь мы уже три года берем сено в одном месте и всегда было сено хорошее видно тут наверное замотали они еще не просушенные спрятались попочки мы для нас тут получилась очень красивая дружба наше облачко дружит с морскими свинками у них компашка не разлей вода прямо два мальчика а наш крыльчонок девочка они бывают за ней ухаживают хрюкают любовь одним словом ну еще из таких интересных вещей прошел слух что неподалеку от нас видели волков то что у нас волков много развелось наверное никому не секрет их хватает но тут они начали подходить очень близко к нашим садовым участкам примерно от нашего дома в метрах 500 видели несколько видели ими загрызенных косуль но если честно в этот момент я радую что козы мои все-таки переехали жить ко мне поближе не живут в отдельном хлеву как раньше жили также у нас сады вот теперь встречаю иногда косули приходят ну если честно я не удивлюсь что когда-нибудь и волки зайдут тоже радует что у нас территория ограждена на территории алабай стала ее выпускать намного чаще пускай гуляет охраняет гавкает думаю это не только волков отпугает но и ненужных тут гостей я имею ввиду прохожих непонятных и непонятных ходят всякие последнее время слышу очень много всякие ходят непонятные типы то ли воры то ли еще кто-то прикидываются работниками спрашивают работу один какой-то ходил вообще типа собаку искал ну короче страшно одним словом а так все-таки собака охрана я думаю может не каждый решится зайти даже близко к забору подойти когда такая моська бежит наши молодые курочки понемножко несутся каждый день но правда мы яйца тоже очень последнее время хорошо едим старушки несутся хуже я уже мужу предлагала мы двух убрали говорю давай может еще уберем но он пока не соглашается говорит они такие красивенькие все хорошенькие не дам вот такое вот у нас с мужем разделение козы мои куры его это игольки уже видно что пузик такой хорошенький очень любопытно один будет или два также надеюсь что зарочка моя тоже беременна правда в имя у нее еще не наливается термин у него у нее примерно 17 апреля так что через месяц посмотрим как она будет вроде она тоже толстушка но она всегда была такой кругленькой козочка кушает она очень хорошо аппетит у нас хороший отличный очень любит овощи любит тыкву тега очень выборочно тыкву она не очень она морковку и яблочки больше но яблоки мы уже доели яблок у нас уже не осталось так что яблоки будут только летом тайгуля а морковкой мы немножко закупились была акция поэтому я взяла 10 килограмм муж думает я салаты буду готовить я все для коз для коз тайга выглядывает где гавкает наша майла любопытная наша девочка сегодня ночью у нас было очень очень ветрено и сейчас ветер очень неприятно на улице прям не хочется выходить и ветер и какой-то снег с дождем что-то такое непонятное и неприятное прям тут слышно как забывает большое спасибо за просмотр спасибо что были с нами на сегодня все пока пока